Привет всем! Сегодня мы хотели бы провести, так сказать, небольшое преобразование на нашем канале и выпустить, скажем так, не один, а серию взаимосвязанных между собой видеороликов, посвященных в большей степени одной теме. Не будем говорить сегодня о политике, коснемся нашей истории. Тема выбрана такая. Правители России, на которых возлагались особые большие надежды. В чем заключается вообще суть проблемы? Ну, лично было выбрано несколько правителей России разных эпох, на которых так или иначе возлагались надежды. Как у населения, у простых граждан, так и определенных кругов правящих классов различных эпох. Первым в этом списке идет император Павел I, вторым будет Александр Керенский и третьим Юрий Владимирович Андропов. Каждому из этих личностей будет посвящен отдельный ролик. Поэтому сегодня мы разберем по порядку. А именно начнем с Павла I. Павел I, император Российский с 1796 года по 1801 год, сын Екатерины II. Воспитанием Павла I, ну, мы начнем так вкратце в двух словах о его биографии, да. Воспитанием Павла I сама Екатерина не занималась. Воспитанием его занималась Елизавета Петровна, да, императорица. Почему я заостряю внимание именно на Павле? Павел был оператор из династии Романовых, который во многом, скажем так, способствовал ограничению прав на тот момент правящего класса России. И ведь правящим классом Российской империи до самой ее революции считалось дворянство, да, даже не капитал, не буржуазия, ну, скажем так, не промышленники. Почему я говорю, что на этого правителя вылагались большие надежды? Павел за свой довольно короткий период правления, это пять лет, да, всего, по большому счету, Павел внес ряд существенных ограничений, которые пошли вразрез с позиции правящего класса, то есть дворянства. Павел внес ограничения и упразднения определенных статей в жалованной грамоте в отношении дворянства, то есть напрямую ущемлял планы и права дворян правящего класса, да. Также Павел I не особо хотел ссориться с Наполеоном, посчитал дружбу, поэтому ввел ряд запретов на торговлю с Великобританией. Это было одно из условий дружбы с Наполеоном, который всячески выступал за экономическую и политическую блокаду Великобритании, что вошло тоже вразрез с огромными могущественными классами Российской империи, правящими, я имею в виду. А когда назревает ситуация в стране, что верховный правитель начинает абсолютно идти в противоположном направлении с интересами правящего класса, то такого правителя зачастую убирают, да, как это случилось в Америке с Кеннеди, да, и Линкольном. Так же самое это случилось и с Павлом I, да, когда его политика зашла очень далеко, в разрез с позиции дворянства, да, в России, его было решено устранить, чем и способствовала именно английская дипломатическая миссия, и вследствие оказала, дипломаты Англии оказали большое влияние на решение этого вопроса, тем, что были привлечены недовольные политикой Павла I в России, и лично сын Павла I, будущий император Александр I. Не боюсь судить о том, что как бы действия развернулись дальше Павла I, была бы там у нас война с Наполеоном или нет, там Австралийс, Ватерлоу и так далее, да. Но хочется отметить, что на этого человека прогрессивная интеллигенция и прогрессивное дворянство Российской империи возлагало очень большие надежды. И с ними эти надежды могли сбыться. Поэтому не исключено, но, еще раз говорю, я не уверен на 100%, что Павел I, возможно, стал бы решать и крестьянский вопрос в том числе. А крестьянский вопрос, ну, в первую очередь вопрос земли, да, зрел в России аж 16 века. У нас это событие описывается конца 18-го, начало 19-го. Ну, история не терпится слагательного наклонения, поэтому сложилось так, как сложилось. Грубо говоря, в двух словах свою позицию о Павле I я только что вам сказал. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Всего пока.